здравствуйте господа что ж я снова приветствую вас это был охренеть какой долгий перерыв даже как самому же неудобно но вот настало время настало время что-то выпуститься и напомнить что я существую да кстати зацените новый пиджачок мне даже пинч появился тут написано попей говна вот но мы сейчас не об этом мы сейчас о времени а время такое что порой его не хватает есть такие штучки которые именно активности и такие случаи когда ты чем-то настолько сильно увлекаешься что она начинает приносить больше злобы и разочарование чем удовольствие но ты все равно зараза почему-то этим занимаешься такая особая маниакальная зависимость от некоторых активностей и обычно она связана с играми я не верил что такое бывает по крайней мере с одиночными играми и когда я смотрел обзор на азулина на evil within этот безумец для понимания этот безумец сделал обзор на четыре часа на игру которым просто не переносит уже на духу я чувствовал такую злобу через экран и какое-то разочарование ненависть прямо он прям я не знаю это такой перформанс надо видеть всем советую в общем мне до последнего момента казалось что это какая-то часть заготовленной реакции но господа мы мнение полностью перевернулась когда я нашел свой собственный evil within игра который я ужасно люблю по сеттингу эстетики мне хочется узнать что же там условно по истории должно произойти но она раздражает меня просто механические геймплей на просто бесит просто до устрачки настолько что клавиатуру скоро свою сломаю тоже херачу кулаком когда мне что-то раздражает но при этом и все равно в нее играют слишком много часы растут времени становится меньше злоба просто по геометрической прогрессии прогрессии ввысь просто херачат и вот все такое да да я нашел свой evil within и эта игра под названием корпорации лоботомия интересная штука которая знала довольно таки давно до этого я мемы какие-то видел даже имел представление что это такое ну по крайней мере что-то позитивно что 5 прикольная игра до поиграть не доводилось у меня до нем потому что хер знает почему ситуация изменилась когда я увидел обзор от стоп геймов и то что я увидел а я вообще предвзят к этим ребятам если что то есть у меня с ними такая долгая история ненависти на из-за проявления какого-то непрофессионализма в общем я мягко говоря нет нет не почти нихрена не мягко говоря я абсолютно охерел от того что они говорили у них есть своя рубрика где они делают обзоры на маленькие инди игры и скажем так я ожидаю что иногда они просто не проходит игры до конца и как ты знаешь вот что-нибудь ляпнуть лишь бы ляпнуть но здесь это абсолютное проявление игры в игру с ракой лицом к монитору вместо лица да вот я когда делал обзор на for honor меня обвиняли в том что йоу чувак ты не наиграл 100 часов там смак начинается после 100 часов вот наиграешь 100 часов а лучше 300 тогда игра великолепная я сказал что не этот хуйня она должна быть сразу веселый и здесь я попался в свою же ловушку здесь противоположный случай люди поиграли ну там я посмотрел по геймплее где-то 5-й день 5-й день примерно это около полчаса на игры то есть они поиграли по часа сложились совершенно нет неверное впечатление и я так думаю так ну наверное это другое все таки да не у меня на скажите что это другое 3 300 часов это не полчаса да потому что то что говорили в стоп-гейме что ребятки вот эта игра это такой простенький таймфиллер ну диалоги вообще к это короче до проходная очень написано просто сыра тут вручат новелла и сюжет ночи и вообще не разбавляет геймплей говно скучно вот наверное это меня заинтересовал потому что я хотел развеять это дело и а потом собственно вместо учебы вместо работы вместо отдыха даже вместо обзоров я начал фармить энкефалин а вот как до этого дошло и к счастью благо закончилось потому что я наконец мог допилить обзор вы сейчас и узнаете в обзоре на корпорацию лоботомию и добро пожаловать начнем господа если говорить обобщенно то корпорация лоботомия это несложный менеджер в котором нужно изучать поведение и свойства различных монстрюки артефактов методом отправления к ним сотрудников чтобы они потыкали аномалию палкой в надежде что их сожрут хотя бы не сразу и они добыли какую-нибудь информацию причем не только мета информацию для игрока о том что вау оказывается аномалии опасные а еще внутриигровые которые открываются в обмен на абстрактные очки изучения вроде подсказки открытые статы аномалия и циферные бонусы при проведении этих самых работ по тыканью палкой чтобы следующий заходящий знал что трогать эту штуковину нужно 10-метровой палкой и желательно из-за баллистического щита лучше вообще к ней не заходить а после же полного изучения всех особенностей уже относительно безопасно можно добывать из аномалии энергию ну и параллельно фармить с ней шмотки для аниме человечков которая занимается тыканьем палкой ну и в дальнейшем работать с более сложными аномалиями которые также добывают больше энергии больше шмоток и так по классической игровой прогрессии ну и игра в основном про это фармишь себе шмотки качаешь человечков получаешь новую аномалию и так по нарастающим чем дольше играешь тем больше у тебя отделов камеры содержания ну и опаснее майн в трюки который начинает чаще сбегать по-своему это немного рогалик из-за того что многое в игре рандомизировано и потому часто придется переигрывать не или даже всю игру сначала но это вообще отдельная история пока не будем в это углубляться внешне может показаться что это некая песочница где нужно строить базу покупать улучшения и все такое вроде какого-нибудь рим ворлда или oxygen not included потому что все это выглядит знакомо например у меня сразу же возникает ассоциация секс комом и его строительством бункера только здесь в отделах работают аниме пацаны и всюду раскиданы камеры содержание опасных ебак но эта игра вообще не про строительство если чё весь менеджмент здесь сводится к тому как улучшить и укомплектовать персонал и кого кому послать но еще можно прически там убирать имена это уже удовольствие для особых людей да не то чтобы во всем этом было очень много вариантов с экипировкой по сути отдаешь все что есть без задней мысли потому что стандартно это вообще ни о чем с исключением того что она бесконечная и людей в ней не жалко скажем так отправить на съедение редкое исключение когда есть какая-то особая жопная аномалия которую нужно собрать отдельного человека с особым резистом к этому рону с бонусами и так далее так далее но в большинстве случаев у меня лично все сводится к тому чтобы одеть всех по красоте некоторые даже начинают рисовать фан-арты по своим персонажам лоботомии я бы даже сказал что в сборке красивых сетов есть отдельный кайф но еще немного микроконтролить во время боев становится чуть проще прогрессия же будет происходить сама собой по мере прохождения новые коридоры отделы камеры содержания будут появляться сами по себе а выбрать можно разве что какую аномалию привести следующий или какое дело расширить но это уже совсем не серьезно выбора потому что они идут по цепочке в отрыве от истории и частных случаев всяких специфичных механик лоботомии в основном это про создание эффективной команды каждый игровой день нужно нанимать аниме пацанов и распределять между ними очки улучшения и палки-пулялки чтобы сделать из обычных ребят в пиджачках монстр разбивательных терминаторов прямо как те невидимые чуваки в силовой броне из фоллаут онлайна если не лучше я скорее всего вряд ли найду футажи но те кто играл поймут о чем речь что интересно отличить пол сотрудника можно только по имени выглядят они слишком унисексово хотя конечно можно настроить внешность самому но это стоит отдельной валютой особенно весело видеть как у твоей любимой сотрудницы вырастает на 30 день брата ты понимаешь что это не сотрудница вовсе игра же по сути происходит из определения идеального состава отделов поскольку аномалики распределены между ними то хорошо бы иметь ребяточек которые способны справиться с буйными монстрюгами по соседству хотя конечно здесь есть два варианта подходов можно выставлять ребяток в отделы по бафам например иметь команду которая хорошо танчит команду которая хорошо бегает на всякие экстренные штучки но все-таки лучше всего собирать команды которые могут эффективно работать с аномаликами по близости вообще по идее менеджменты мог бы быть более разнообразным если отделы делали действительно что-то свое но на деле они делают одно и то же даже несмотря на то что название ну и связаны с ним лор говорит о том что одни ребята должны собрать инфу другие устранять перегревы клип от отдельные чуваки подавлять аномалии ну и так далее хотя это немного подкрепляется бонусами от работы в отделе но это не так сильно важно потому что бонусы эти не слишком игра изменяющие а еще не пропадает если ты переводишь чувака в другой отдел и по сути надо начинать все сначала но это тонкости поэтому стоит воспринимать комплекс как что-то однородное везде должны быть чуваки которые могут за себя постоять потому что когда на базу нападут монстрюги извне то они равномерно распределяется по этим самым отделом и не допусти этого кришна если вы оставите в отделе обучение только новичков в буквальном смысле чтобы они якобы там обучались потому что этим первочкам в костюме и с дешевой дубинкой придется уметь гасить терминатора если хотят жить но скорее всего придется просто нанимать новый поток но прокачки этих ребят происходит сама по себе если не считать ручное повышение между днями просто отправляете их к аномалькам и они качают навык в зависимости от того чем они там занимались тут вообще умная система есть четырьмя видами работы и характеристик которые соответствуют этим самым работам ну и видов урона тоже 4 поэтому никаких лишних сущностей здесь нет все очень легко запоминается всего везде повсюду по четыре штучки еще цветами удобнее к это выделяет и чем выше навык тем лучше выполняется работа этого цвета соответствующий то есть мы имеем следующее с одной стороны здесь много всякого разные виды урона защиты обвеса аномалии со всякими правилами непонятные поначалу термина вроде перегрева клепот ордиалы или испытания на русском как не перевели уникальный и общий энкофалин добыча эпоса и всяких механик для каждой отдельной аномалии которая ломает общее правило игры и чтобы подробно прям вот описать на словах как все работает уйдет слишком много предложений но на деле же все куда проще чем кажется но вернее именно механические по факту то играю охренеть какая сложная и местами меня просто подрывала так то если посмотреть на игровой процесс со стороны то играющие выполняет просто одну и ту же операцию раз за разом тыкать на аномалики выбирает нужный цвет работы тыкать на следующую и так по циклу пока не будет добыта достаточно энки фиолина усе день пройден начиная по новой ну правда с перерывами на нападение терминаторов или непонятно хтонических существ но в целом все рутинно это конечно излишне критичный взгляд на игру потому что в процессе рутинной добычи энки фиолина постоянно происходит какая-нибудь интересная дичь то она мальки сбегут то сотрудникам какая-то хрень случится нужно разбираться в этом всем да и банальное изучение новых аномалий это уже само по себе интересный процесс впрочем это все равно бы не спасло игру если бы в ней не было истории и интересного мира все-таки это безумно крутая идея что существует некая корпорация которая собирает сдерживает и изучает различные аномалии то есть всякие монстры предметы со сверхъестественными свойствами и подобное но тем более сделать игру об этом вообще можно даже выделить небольшой жанр произведений которые берут за основу подобной организации как пример это фильм хижина в лесу сериал склад номер 13 его смотрел одно время и разжарел из-за того что любил поесть пиццу при просмотре ну и самый попсовый представитель такого формата чья популярность вышла далеко за пределы узкого фэндома что его известность среди учеников школы способна конкурировать с фортнайтом и майнкрафтом хотя даже это уже лдовые штуки и сейчас в ходу какой-то право старс и еще какая-то хрень это конечно же господа сцп по которому делают тысячи артов пишут всякие статейки рассказики игры делают словом фэндома активно живет ну вроде как жил сейчас уже хз чё с ним я искренне удивлюсь если сейчас и смотрящих кто-то не знаком с этим творением но мои ролики еще лера смотрит поэтому для таких как это дурашка провожу ликбез сцп это такое коллективное творчество в центре которой стоит одноименная организация и в основном все творение по теме представляет собой статьи или досье с описанием аномалии поскольку же творчество это прямо таки народная то есть любой человек даже сосед васян с твоего подъезда может написать свой сцп то степень безумия этих самых аномалий достигать просто неизмеримых значений ну и в этом собственно весь прикол а ну еще в том что половина текста тупо замазана якобы из-за секретности чтобы добавить мистики сами же сцп аномалии варьируются от статуи убийцы которая сворачивает людям шею когда тебя моргают или не смотрят в ее сторону и бесконечная лестница со страшной ебакой до коробки с бесконечной пиццей или машиной улучшателем ну и сами понимаете что качество этих аномалий сильно варьируется хотя некоторые из них настолько круто описаны что их буквально вот хоть час бери и добавляй в любой хоррор как рядового или основного противника ну или вообще дело отдельную игру выйдет просто отлично но тут проблемы с авторскими правами и денег на этом к счастью либо к сожалению не сделаешь поэтому трипл эй проект по сцп ждать не стоит там control вроде пытался но из-за попытки сделать все по-своему атмосфера там не совсем сцпшная но вот инди всякие это вообще без проблем там хоть вот как есть можно делать и не бояться что тебе кто-то за жопу укусит за авторские права есть уже довольно объемная игра сцп контеймент бридж аж в двух вариантов старенький вариант и на юнити чуть поновее еще в гаррисе есть режим игры но за него не вручаюсь не играл хотя вроде по видосиком там довольно весело и в целом тут можно сказать что вроде бы тема сцп в играх раскрыта более чем полностью но вот что грустно все те игры которые перечислил берут как правило тот момент когда опасные аномалии способны убить десяток человек за мгновение сбежали и игроку нужно ныкаться по темным углам чтобы выжить а вот более рутинный период жизни в подобной корпорации редко всплывает где-либо а уж тем более в играх а ведь это блин жутко интересно каково работать изо дня в день в сверх секретной организации которая сдерживает объекты способны привести к концу света где для их сдерживания каждый день вынуждены погибать люди вот сколько всего интересного можно напридумывать для сюжета в таких декорациях такого же нигде нету где корпоративная суета сочетается с фатализмом офисные клерки бродящие как ни в чем не бывало по коридорам наполненными трупами и следами баталий с их тоническими чудищами обезумевшие агенты желающие сбежать или покончить с собой лишь бы выбраться отсюда и служба безопасности которая забирает тех кто не выдержал условия работы тут сразу же становится интересно о чем будут говорить работники такой организации как и не переживать жизнь в таком месте что будут делать с паникующими сотрудниками как ловит сбежавшие аномалии зачем их держит и как используют вот это все и показывает корпорация лоботомии но делает она это очень по-умному не просто в формате обрывистых записок а в формате полноценной истории с парой неожиданных твистов и местами не ортодоксальным исполнением впрочем манера повествование может показаться странной потому что здесь нету линейной истории аля вы чувак по имени биба и у вас есть такая задача вперед делаешь что-то чтобы победить злого бубу нет тут даже не понятно что ты биба не то что какая у тебя задача и что будет дальше вся инфа именно важная для сюжета вроде истории корпорации и обрывки памяти героя подается очень порционно куда чаще будут происходить разговоры с эфирами и анжелка это местный и и эти эпизоды не то чтобы важны для сюжета они важнее скорее для задания тона и подачи лорчика ну и настроение соответственно а с последним лоботомию вообще проблем нет атмосфера тайны покрытый мраком и безысходности творящийся в коридор корпорации здесь настолько сильная что трудно поверить как такой мрачняк можно подать вот в подобной веселой визуальной эстетике я не знаю как изначально задумывалось но такой вот выбор оказался очень даже выгодным учитывая что вся визуальная эстетика в том числе и обилие аниме пацанов и собственно мультяшная такая казуальная рисовка обыгрываться сюжетом так что вся вот эта вот графика это такой фильтр чтобы мы не ебнулись при работе а на самом деле там же скач гуро реализм вот это вот все иначе говоря товарищи разработчики убили сразу двух зайцев они сэкономили на графике и отлично передали атмосферу игры вообще я заметил очень много таких ненавязчивых приемов которые помогают передать тонны игры через геймплей а не через диалог вот как показать историю персонажа который не должен ничего знать о происходящих событиях потому что они являются строгим секретом вернее как сделать на этом акцент задачка интересная и в лоботомии она решается тем что игрок заходя в игру ничего не знает об истории и персонажа собственно как и он сам к ним обоим обращаются с просьбой поработать и не задавать никаких вопросов и формате игры которая напоминает песочницу в которой и сюжета как бы и быть не должно положение персонажа от которого требует только выполнять работу и положение игрока когда он только и может что делать собственно работу ведь он зашел в игру чтобы вот делать вот эти вот все штучки становится абсолютно идентичными положениями любопытство как игрока так и персонажа становится единое и история становится неразрывно с геймплеем потому что тот факт что мы геймплей на обязаны выполнять некую работу изо дня в день по-своему уже создает историю и задает настроение вставкам между днями может прозвучать конечно натянута я думаю что кто-то не согласится но не будь это так как оно есть на деле то сюжет игры воспринимался совершенно иначе впрочем обсудить и поспорить по этому поводу никто не мешает поэтому можете зайти в дискорд и задать любой вопрос на самом деле я удивлен как в лоботомии получилось передать такое вот настроение отчаяния и его неотвратимости смирение со смертью и обыденности этой самой смерти и вообще думал что это дешевая европейская инди которая косят под аниме стиль чтобы не заебываться с детальной графикой но оказалось что игра сделана очень даже богата и стилистика здесь далеко не для простоты рисовки в итоге это оказался игра из южной кореи а там за аниме шарит как я понял даже меню во время первого запуска смогло удивить она почти так же стильно как интерфейс в пятой персоне но в следующей игре они вообще извратились и сделали вот такую вот красоту плане артов и дизайна интерфейсов лоботомии держит очень серьезную планку что от подобной минималистичной игры от студия который вообще никогда раньше не слышал но скажем так я вообще такого не ожидал ровно как и саундтрек и который оказался богат на такие атмосферники эмбиенты и жопа взрывательную и не менее стильную чем графон электронщину во время экшона под мясо который происходит во время первого и второго тромпета заходит идеально но по 3 уровень тревоги когда особо выживших ты не остается да и надежды тоже что-либо исправить музыка тоже соответствующая очень интересно как они догадались сделать отдельные треки под каждый уровень тревоги и самой музыки даже угадывается завывание сирен это прям прям джиниус гениально но есть здесь одно но которое не дает мне покоя уже не первую ночь и это то как эти треки используются это просто это задница господа вот для понимания список треков всей игры здесь просто дохерище всего но 90 процентов времени придется слушать одно и тоже пока в комплексе спокойно и за дня в день будет играть вот один и тот же трек который сейчас на фоне скорее всего будет монтажер максон вы же поставить этот трек конечно максон наговорщик все будет сделать он настолько сильно надоедает что хоть вырубай звук и вручную запускай что-нибудь на фоне а это ужасно обидно учитывая какая большая музыкальная библиотека в игре во время сюжетных сцен там почти под каждую реплику есть отдельная музыка под настроение на каждый босс файт и его отдельные этапы есть треки но почему-то нет ни одной дополнительной вариации музыки для рутинного геймплея коего здесь по соотношению больше половины мне кажется 80 процентов игры это вот а в рутина геймплей где работает один и тот же трек это просто ужасно это досадный проеб а ведь как же хорошо зашли бы некоторые треки во время обычного геймплея ну или поставили бы уникальные песенки к разным аномалиям вышел бы просто бомбезно но есть что есть я не знаю чем обусловлено это решение и о чем они думали возможно вот так вот и должно быть чтобы подчеркнуть рутину управляющего я очень надеюсь что это так потому что пока есть четкое впечатление что каждая эстетическая мелочь так или иначе имеет сюжетное обоснование но чё-то вот с музыкой у меня прикрадываются сомнения что это так ну и кстати немного экспозиции как обычно я делаю в обзорах сюжетный игрок выступает в роли управляющего который не совсем понимает как он сюда попал его просто перед фактом ставят мол добро пожаловать в сити не то рабочая смена начинается прямо сейчас постарайтесь не облажаться и я жду 12000 энкофалина концу смены но постепенно информация все равно будет просачиваться в основном истории крутится вокруг прошлого героя который вроде как бы и ничего не помнит но время от времени вспоминает что крутился в прошлом корпорации и вроде как даже что-то важное в ней делал ну а еще вокруг сефир и их прошлого это такие ребятки которые стоят во главе каждого из отделов и по сути олицетворяет его функция дела всегда как-то связано с личностью сефира которая его возглавляет и хоть сефиры поначалу и могут напоминать клишированные архетипы но на деле ребятки получились очень даже уникальные и интересные настолько что я был почти уверен что лоботомия это очередной гаремня где-то выбираешь кого будешь романсить уж больно разнообразный каст получился в комплексе правда конечно было далеко от моих ожиданий и в итоге оказалось что истории сефир убер трагично и тяжелое это прям гнет и депрессион уровня кэт леди ранее аниме человечки забавными характерами оказались лишь проекции визуального фильтра который отвлекает управляющего от истинной сущности сефир а именно ошметки некогда людей засунутых в мини-дредноуты которых используют для того чтобы они переживали свой худший кошмар изо дня в день бесконечно но когда их рассудок не выдерживает их просто утилизирует из-за перегрева ядра но тут игрок способен усмирить перегрев сефиры и тем самым спасти их что по сути и является конечной целью игры для получения каноничные хорошие концовки и ух вот где начинается настоящая б**ть игра если к этому моменту может показаться что все ничем новым игра вас не удивит все эксплойты по кайтингу аномалии найдены а сотрудники стали сверх людьми то теперь все это вообще не канает потому что при каждом босс-файте сефиры правила меняются в одном случае статы всех чуваков упадут в другом экран превратится в пиксельное месиво где нихрена не видно где-то регенерация отрубается и так далее а где-то все аномалии сбегают разума начинается полная задница пройти каждый из таких вот подавлений безумно сложно но при этом стоит признаться что выполнены они очень креативно каждый из таких вот уровней очень многое говорит о личности сефиры и чем она занимается например малкут постоянно бегает с блокнотом потому что забывает что-то так вот при ее подавлении все виды работ будут меняться и чтобы понять что и что нужно будет сидеть самому с блокнотом и записывать ну давайте попробуйте скажите что это не гениально и это уже где-то было хотя конечно это не сравнится с битвой с мужиком в противогазе metal gear solid но где-то на уровне я бы сказал это не только геймплей на круто это еще много добавлять в историю думаю я бы рассказал больше про персонажей там и сюжет центральную идею там и все такое тем более такой удачный момент попался но ладно чё таить то уж господа готовьте камни и помидоры я не прошел игру я буквально остановился на том что подавил только первый уровень сефир и хоть я не знаю половины всего происходящего но все равно блин интересно наверное это работает как сцп не знает части важной информации становится еще интересней узнать об объекте хотя я все равно хочу пройти игру полностью но дело в том что лоботомия если я этого еще не сказал скорее всего нет это это очень сложная игра это 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 охренеть какая сложная игра чё чё уж стоит она очень сложная вернее она сложная если вы хотите пройти на хорошую концовку и в ней есть ряд моментов которые осложняют прохождение я одновременно люблю и ненавижу эту игру так вот то как в игре подается истории насколько она хорошо затягивает это прям четенько чмок в лобик всех кто это сделал и придумал но вот препятствие который придется пройти блять это больно очень больно ну и вот сейчас вы знаете почему про то что геймплейная игра представляет собой думаю уже понятно это сугубо фарм шмоток и изучение аномалий с последующей нарастающей сложностью и получив пару ссадин на жопе после первого десятка провалов игра становится довольно плавной и без сюрпризов до тех пор пока ты не захочешь пройти игру до конца чтобы пройти лоботомию нужно дойти до сотого дня тем самым расширив свой комплекс до максимума и пережив смену с огромным количеством аномалий будь эта игра выполнена по привычной игровой логике это было бы довольно просто и линейно просто проходи уровень за уровнем с нарастающей сложностью и в итоге будешь молодчик но тут вообще все не так лоботомия работает совершенно по другому принципу и понять логику игры поначалу очень сложно особенно учитывая что многие тонкости тебе никто не объясняет например никто в том числе и разработчики не подразумевает что игрок пройдет игру от начала до конца с первого раза так делать вообще не нужно и это очень сложно наоборот нужно постоянно откатывать игру как на несколько дней ранее так и на самый первый день это делает игру проще что только поощряет сброс прогресса во первых потому что у тебя сохраняется вся экипировка добытая с аномалией и во вторых можно будет не пропустить какую-нибудь вредную гадость из-за которого прошлое прохождение было запорото а таких в игре достаточно особенно вот эти вот музыканты сраные как изучите их сразу перезапускайте с ними спокойной жизни не будет ровно как и от этой и от этой да вообще много чего забейте еще перезапуститься бывает полезно если банально не вытягивать эти аномалии которые у вас есть комплексе да конечно первые дни будут очень скучными впрочем как и любой день если знает что и как делать потому что в идеальных условиях игровой процесс крайне рутинен и скажем без интересен спасает только сладкая мысль о том что в конце дня у тебя будут получены заветные очки улучшения и новенькие эпосы а еще что никто не помер и не нужно будет искать новых людей и качать хотя с прокачкой становится чуть проще когда активируешь бонус когда все новые сотрудники уже начинают с третьего уровня но это надо еще заработать так или иначе к подобному быстренько привыкаешь и вливаешься тем самым присаживаясь на иглу энкефалина получая кайф от коллекционирования эпосов сборки идеальных сотрудников и покорению всех аномалий и чем дальше уходишь тем сильнее начинаешь ненавидеть то что раньше казалось веселым всякие экстренные ситуации и побеги монстров которые раньше казались веселыми теперь превращаются в рутинный ад который просто уничтожает весь свой прогресс побеги аномалий вторжение терминаторов нашествия тефтеля людоедов и прочее все это становится надоедливым все потому что они замедляют и ставят прогресс под риск а еще нарушает планы по фарму вместо того чтобы создавать интересные ситуации когда вау наконец ты можешь с пользой сотрудников чтобы подраться нет чувак ты не захочешь рисковать ими ты хочешь сохранить и прокачать их вот так вот работает хайлевелы в лоботомии если в начале все играется весело и задорно нанимаешь новых ребят гасишь слизней без забот фармишь энкефалины получаешь кайф от всего процесса то потом когда ставки вдруг возрастают и потеря сотрудника значит потерю прогресса за несколько десятков дней и когда вместо парочки роботов-убийц в комплексе появятся заводы по их производству или врывается бомжи-убийцы в силовой броне с поверхности параллельно со сбежавшими аномалиями тогда уже становится нихрена не весело это превращается натурально в работу состоящий из бесконечных загрузок после проеба от процесса уже получаешь не удовольствие а только стрессуешь когда приходится начинать тот же день сначала если это была бы какая-нибудь песочница без сюжета то я бы играл без загрузок до первого проигрыша ведь какая разница все равно я проиграю в этом смысл игры но нет это не песочница это сюжетная игра и здесь есть финал а учитывая сложность и рандомность игры наверное возможность мягкой перезагрузки сохранение части прогресса это необходимость но до нее ребятки нужно еще додуматься если бы об этом не знал то я бы проходил один и тот же день по 20 раз я бы наверное дропнул игру если бы не узнал об этой функции в целом да возможность отката спасает от утомительных повторов заменяя их чуть менее утомительными и знаете я с этим согласен мне нравится я потратил почти сотню часов и не прошел игру надоело ли мне нет заебался ли я да интересно ли мне играть дальше особенно да потому что там еще новая часть вышла и у меня есть как минимум дополнительный мотиватор противопотомии потому что там расширенный лорчик есть знакомые персонажи и вся фигня ночью я залипну там еще на сотню другой часов а ведь я блин думал это приключение на 20 минут так легенькая игрушечка чтобы убить пару минут в перерыве между чем-нибудь крупным никогда еще так не ошибался ну что господа чтобы такую сказать интересного под итог тем более что скорее всего я опять пропаду на хер знает сколько в общем лободомия довольно таки интересная штука и не знаю как вот в общем работает но у меня она как-то на периферии была и оказалось тем случаем когда вот ты берешь палку 10 миллиметровую какую миллиметровую метровую дотрагиваешься так аккуратно и тебя блять засасывает мясорубку времени прямо охренеть как сильно что даже не выберешься впрочем наверное и не надо потому что все таки клёво было игра занятная очень какие-то сложные каббалистические отсылки религиозные библейские мотивы сложные какие-то философские рассуждения да и геймплей интересно и что самое главное я никогда не встречал такой иммерсивности когда каждый вот мета вот особенность механическая вот она переплетена в сюжет любой вроде того что тебе на то чтобы пройти игру нужно несколько сотен сраных часов а то что там ужасный гринд все постоянно повторяется вот вот вся этого все это извините за выражение она она сюжетом обоснована чуваки это гениально это вот блять это просто уровень и вот гейм-дизайна вот к божечке кодзиме прям может возвыситься это это очень круто я такого давно не встречал и что кстати интересно на самом деле вот в нашем западном каком слава мы не западное общество мы русичи в особо в особой категории в каком-то блять лимбе находимся тоже другая история в общем в нашем пространстве мало благодаря известно не самая популярная скажем так штука но при этом это франшиза по-своему линии франшиза линейка потому что вот есть раз игра из 2 игра есть спин-офф комикс есть там веб хрень какая-то почитать в общем всякое есть и ну на родине в корее это вроде как популярная штука потому что там даже есть тематическое кафе под мир project moon и персонажей оба даме и аномалий под этих всех там кофе под стилистику одного из сефира там есть тортик в виде аномалий с огромным количеством было с огромным количеством глаз это класс настолько круто и безумно что хочется присоединиться к этому празднику но наверное не стоит потому что все таки игра крутая мир великолепен настолько великолепны что мы с пацанами начали начали ролевки почему-то похоже мы водить но лучше со стороны наблюдать читать и наслаждаться потому что от игрока эта игра требует слишком слишком много слишком огромной преданности чтобы пройти через это вот этот через эти страдания гринда либо я недостаточно азиат чтобы так отдаваться игре либо я слишком стар уже да но и в любом случае йоу при всем при всем моем моей любви к сеттингу и к игре я вообще не хочу рекомендовать ее ни в коем случае я наоборот не хочу чтобы люди скажем так сами в это играли потому что это больно это очень больно как попа болит но это того что гринд и аномалия просто разрывает ее и лучше почитать вики там не знаю чем проходить ее там крутой сюжет он великолепен на самом деле она наверное того стоит но только при условии что вы любите страдать я очень мало таких людей знаю в общем на ваш страх и риск господа это все что я хотел сказать я потратил очень много времени на эту игру по крайней мне так кажется тем более там еще сикл вышел либериру фруина я в него сейчас играю ну я сейчас признаюсь вы меня будете бить но я не допрошел короче лоботомию даже спустя монтаж явный тут посмотрел все короче сцены это было очень круто вот я наверное рекомендую все таки если будете играть то когда совсем все жестко будет досмотрите на ютубе чуваки вы ничего не пожалеете вы спасете себя от жопы разрыва и это будет классно а вот на этом господа все я я не знаю что буду делать дальше в плане обзоров я вообще хочу что-нибудь рассказать но более неформально не знаю наверное стримить чаще буду либо может что-нибудь попроще потому что как-то тяжело уже идут эти ролики в общем до эпоха неизвестности назревают и если хотите за новостями следить то забегайте в дискорд наши либо еще куда-нибудь да грустняло немного но что поделать так что всем до встречи я надеюсь что я постараюсь как можно скорее выпустить и снова увидите мое грустное личико всем до встречи